Добрый вечер, дамы и господа, с вами Владимир Добров. Только что завершился четвертый тур второго круга, и я спешу порадовать наших болельщиков победой Александра Гречука. Долгожданной победой, которую он давным-давно заслуживал. И многие переживали, болели, естественно, и до сих пор болеют и верят в него. Мы очень надеемся, что последняя территория, забегая вперед, сложится для него положительно. И вот сегодняшняя партия с Максимом Вашелограмом была действительно очень интересной, насыщенной. И по горячим следам постараемся какие-то моменты, критические моменты обсудить. Итак, буквально полтора-два часа закончилась эта партия, и мы вперед, как говорится, начинаем. Итак, сицилианка. Обычная сицилианка. Напомню, что именно ход Е4 в этом турнире претендентов стал главным пробивным ходом, который, видимо, ставит больше на данный момент проблем, чем Д4. Вот так вот всегда все меняется. И конкретно точечный удар сегодня был произведен. Что имеет в этот точечный удар? Ну, Максим всегда играет С5, то есть он верен своим схемам, верен своему дебюту, излюбленному дебюту сицилианской защите. И, в частности, вариант Унайдеров. Но в этом случае сегодня именно Александр подготовил вариант Коин С3. Как сказать, подготовил ли он конкретно к сегодняшнему дню эту ситуацию или нет? Ну, скорее всего, да. От него, наверное, ожидать подобного хода было в меньшей степени ожидаемо. Тем не менее, сыграл он Коин С3. В этом ходе очень много тонкостей. Хитрый ход. Играют так часто. Бывают, хотят сбить. Бывают, пытаются черных заманить на ход Коин С6. Здесь масса возможностей у белых. Начинает слон Б5, заканчивая ходами Коин С3, Ф4. Ну, и гораздо реже закрытые сицилианки, связанные с ходом Ж3. Ну, после хода Коин С6 наверняка у Александра был план. Я полагаю, что он был связан с ходом Коин С3, с переводом какие-то позиции формата хода Е5. Здесь у белых тоже масса стратегических идей. Но, так или иначе, удалось сегодня осуществить именно то, что, видимо, Александр и планировал. Итак, Максим сыграл Д6. Ход, в общем-то, стандартный в таких ситуациях тоже. Здесь масса возможностей. Начиная с Ф4, Ке2, Ж3 опять-таки. Но последовал ход Д4. Ход, ставший популярным буквально пару-тройку лет назад. И, как у нас известно, когда начинает так играть великий шахматист, все начинают подхватывать, разрабатывать и смотреть в глубину, вширь и так далее. В общем, идея хода Д4 заключается вот в чем. Конь С6 и не слон Б5, как часто играют в таких ситуациях, а в отходе, скажем, в возвращении ферзя на такое нестандартное поле Д2. Для начинающих понятно, что ход выглядит более чем потрясающим, потому что слон перекрывается. Но, на самом деле, план белых мы сейчас увидим. Ну, буквально, как я сказал, два года назад. Два года назад, без периода пандемии, этот ход начал приобретать большую-большую популярность. Он наигрывался буквально на всех платформах. Ну, и огромное количество партий здесь можно уже увидеть. И черные отвечают Ж6, это самый принципиальный ответ. Б3, именно в этом выключается идея положения ферзя на Д2. То есть белые стараются быстро развить фланг и сделать длинную рокировку и впоследствии начать движение пешек на королевском фланге. И вот ход слона Ж6, конечно, самый главный ход, потому что в случае слон Ж7, слон Б2, конь Ф6 длинной рокировки и короткой рокировки мы видим, что позиция с разносторонними рокировками, это всегда интересно, всегда очень интригующе. Здесь у белых стандартные планы заключаются в том, что они либо укрепляют сразу пешку, там или король Б1 сначала играют и впоследствии начинают движение пешки АЖ. Ну, стандартная атаку на фенкетированного слона, то есть на позицию короля черных. Ну, вот слон А6 несколько препятствует задачам белых, и белый вынужден играть Ф4, стандартная опять-таки игра. Здесь масса вариантов, конь Ф6, слон Б2 и Максим сыграл Е5. Тоже, в общем-то, принципиальный ход, и здесь огромная теория, ну, как огромная, больше, там, 30-40 партий, не сказать, что прямо она слишком огромна, но принципиальная. В этой позиции Александр применил первую новинку, которая по большой базе еще не была засвечена, но вполне возможно она была засвечена как в партиях переписочников, кто знает, а также неоднократно применялась в партиях онлайн. Шахмат, это ход конь ЖЕ2. В чем же идея хода конь Е2? Ну, во-первых, мы, опять-таки, мы прикрываем пешку на Ф4, то есть в отличие от Ж3, и в некоторых, в некоторых вариантах пешка Ж может сделать ход, может двинуться даже и на Ж4. Таким образом, открывая больше возможностей для белых. То есть уже был такой достаточно серьезный стык. Рокировка. Рокировка слон Е6. Помимо слона Е6, у черных, конечно, здесь масса возможностей, и если говорить о контрагре черных, она чаще всего связана с движением пешки А. То есть черные стараются эту пешку загнать, пожертвовать, так же, как и белые, когда стремятся пешку до Аш-5 догнать, под бои они ее ставят, с целью вскрыть игру, перехватить игровую инициативу. И ход слон Е6, в принципе, он стандартный в таких ситуациях тоже, он развивающий, в нем ничего плохого быть не должно. То есть можно говорить о каких-то вторжениях кони Ж4 в таких случаях. Но на коне Ж4, что самое интересное, то есть идея совсем примитивная, то есть пойти коню в 2 и играть партию. Белый играет ладья Ж1, такой скромный ход вроде бы делают. Но после которого выясняется, что конь на Ж4 не так уж и хорош. Белый конь всегда становится на Д5, слон при случае начинает работать, ну а белый готовит Аш-3 Ж4. То есть такая достаточно легкая для белых в понимании игра. То есть вы, в принципе, даже не обладая какими-то суперскилами, как говорят в таких случаях, очень популярное слово, можете озадачить вашего противника и задать ему массу вопросов. Естественно, неприкосновенно пешка на Аш-2, потому что в случае кони Аш-2 ладья возвращается обратно. И после, скажем, разменов мы видим, ладья начинает работать по линии Аш, ну и позиция черных практически безнадежна. После хода Ф5 ни фланг, ничего не выходит, конь идет на Д5. Позиция и атака развиваются сама собой. То есть масса атакующих действий. Белый проводит за бесплатно. Другие какие-то вторжения, ну они, в общем-то, роду и пользы не дают никакого. То есть белые спокойно парируют все это и затем начинают двигаться на фланге. Поэтому Максим сыграл слон Е6. Ход, в общем-то, стандартный, крепкий. Король Б1, опять-таки, полезно уйти из подсвязки. Безусловно, А5, о чем я и говорил ранее. То есть ход стандартный и встреча ходом А4. И вот это первая такая критическая позиция, в которой стоило подумать вообще о дальнейших действиях. Ну, что вообще делать черным? У черных мы видим пока вопрос с контригрой. Если у белых сейчас есть идея, связанная с ходом А4, А5, что было в партии, то у черных мы видим после А4 контригра зависла. Нет никаких подрывов. Все очень хорошо держится. Все под контролем. И вполне возможно, что черным нужно думать каким-то образом провести Д5. В этом случае коня обычно ставят на Б4, ладю на С8, привязывая коня на С3 к пешке С2. Ну, и стараются черный как-то вот обострить. Ну, вот так или иначе, давайте посмотрим, что произошло. И вот здесь вот сделал ход Ферзь Б6. Максим, ход, не сказать, что прям он какой-то суперклассный или какой-то полезный, сказать сложно. Но, если вы видели предыдущие партии, партии Максима, Максим очень любит играть Ферзьом. И зная фундаментальную, совершенно фантастическую подготовку Александра Грещука, который подходит к дебютной стадии чрезвычайно, как хирургически, я полагаю, что эту позицию, конечно, Александр дома, она у него стояла, безусловно. И вполне возможно, что и Ферзь Б6 тоже он смотрел, и вообще тип этих позиций. Потому что, по большому счету, позиция носит форсированный характер. Как мы ее видели до А5, так и после А5. Ну и сказать, какой план лучше за черных, за короткое время, невероятно сложно. Особенно, если ты эту позицию сам не анализировал. Я могу лишь сказать, что сам я играл эту позицию в Блиц. И много Блицов, или, как называется, быстрых шахмат, в том числе видел. Основные идеи, в принципе, понятны любому квалифицированному шахматисту. Тем не менее, Ферзь Б6, возможно, ход оказался 2-40, как ни странно. Вполне возможно, что стоило начинать либо с хода Ладья Ц8, либо, может быть, даже такого хода, как Конь Б4. После хода Ферзь Б6 Александр сыграл Аш4. Я, кстати, напомню, что сегодня у нас день рождения Александра Костюнюк. Но так получилось, что Александр сделал подарок себе в день рождения Александра. Ну, такая вот игра слов. Тем не менее, приятное событие сегодня именно для нас. А с учетом того, что и мне посчастливилось учиться с Александром Костюнюк на одном курсе в физкультурном университете, это особенно дает шарм. Видите, тем более сегодня я комментирую все это. Итак, ход Ферзь Б6 и Аш4. Аш4 ход стандартный, то есть, о чем я говорил, что пешка начинает двигаться. И, по большому счету, от этого движения нет защиты. То есть, белые на любой совершенно ход практически готовы играть Аш5. Позиция обострилась до нельзя. И черным необходима четкая реакция. Ну, Максим сыграл Адец и 8, Аш5. И сейчас мы видим, что лишь исключительные бойцы могут взять пешкой Жена Аш5. В этом случае белые играют Ж4. Страшнейший силы ход, который вскрывает игру, но и по большому счету отправляет черных на отдых. После хода Слон Аш3. То есть, черные обязаны брать, кстати, Слоном. То есть, никаких взятий Конем. Потому что сразу уже теряется на Аш5. Белые расчищают пространство для атаки. Ну, и как параллельно в комментариях сказал Шахрером и Медяров, тут, в общем-то, можно черным уже отдыхать. Ну, так оно и есть. Потому что здесь просто все разваливается. И атака белых развивается сама собой. Конечно, это была не опция. И оставлять эту пешку тоже была не опция. Поэтому Максим взял Ж3. Я абсолютно уверен, что эта позиция стояла дома у Александра Грещука. Не сомневаюсь. Можно лишь предположить, что когда игра не складывается, можно что-то попробовать. Но уверен, что такого не было. И, как я уже сказал, фундаментальная подготовка. Она всегда дает свои плоды. И после хода Ж3 выясняется, что черные фигуры здесь упираются в пешку на Ф4. Пешки Аш нету. Это очень хорошо для белых. То есть, очевидно, что инициатива белых очень высока. И черным нужно применять, предпринимать какие-то действия. С некоторым опозданием Ваш Хевсеки сыграл Конь Б4. Полагаю, что Максиму надо было это делать чуть ранее. Потому что при Ферзе на Д8. И, может быть, где-то он успевал бы провести Д5. В таких случаях часто проводится ход Д5, ЕД, Слоны в 5. Атакую пешку С2. Ну, часто получаются такие вот классические контр-игры. Но с некоторым опозданием все это произошло. И успевает Саша поменять важных белопольных слонов, которые именно работают. Именно черный слон здесь гораздо опаснее, чем белый. Понятное дело, как раз таки в связи с контр-игрой, которую я вам показал. И после хода слона H3 белые получают очень комфортную и очень сильную инициативу, с которой не так просто бороться. Взял Максим на H3, ладья H3. Отмечу, что вот эта ладья на H3 по третьему ряду выполняет колоссальную работу. То есть у белых теперь уже в некоторых ситуациях появляются идеи, связанные с ходом G4, помимо простого сдвоения по линии H. Как мы знаем, как любой перворазвитник знает, надо расчищать пространство, надо расчищать линии, атаковать, что-то забирать и открывать короля противника. Ну, в общем-то, здесь ладья стоит прекрасно. Был здесь такое вторжение ферзем на F2, весьма интересное, интригующее. Но после ладья H1 и EF могла возникнуть сложная позиция. Но, опять-таки, на это решиться сложно. Но, скорее всего, со стороны Максима это надо было делать. И после хода G4 вот такая была странная и очень страшная позиция за оба цвета. После хода F2 сложно поверить, но, как говорится, это позиция для анализа, для аналитиков. Во всяком случае, мне не удалось сразу найти победу за белых. И в то же время у черных, мы видим, тоже есть свои козыри. Пешка куда-то идет. Ну, вполне возможно, что здесь есть вопросы, или как можно усилить игру белых. Может быть, в какой-то момент все-таки ударить на H5. Может быть, как-то вот так вот развивать инициативу. И так или иначе, позиция смотрится крайне опасной. То есть, мы видим черный король при разрезающем доску слоне. Очень проблемный. Но так не случилось. И мы видим и видели, и продолжаем видеть, что Максим этот круг проводит крайне тяжело. Видно, что он не в форме совершенно. То есть, ему тяжело принимать решения. И он, в конце концов, теряется. Но что сказать? Это форма или не форма? Сказать сложно. Может быть, настроение опять-таки. А может быть, действительно тяжело было. Тяжелые были времена, как у многих. Об этом, говорится, история умалчивает. Сейчас это никому абсолютно не интересно. А интересен лишь результат. Спортивный результат. Ну и вот так получилось, что и Александр в этой партии навязал именно такую борьбу, при которой Максиму предстояло делать постоянно сложный выбор. То есть, у белых игра простая, схематичная. В отличие от черных, которым постоянно нужно что-то решать. И так было с Каруаной. Мы можем вспомнить в партии, где все-таки Максим на шестом практически, на последнем рубеже ошибся очень серьезно и уступил. Так же было и в предыдущих партиях. С День движения было ужасное совершенно положение у него. Ну, так сложилось, что здесь он тоже немножко, как сказать, уступил. И сделал ход слон G7. Слон G7 ход оказался второсортным. Все-таки стоило запускать ферзя на F2. Тем более, он любит играть ферзем, как я уже сказал. И после хода G4 активного, опять-таки, очень важного хода, точного хода, перед черными стал, по сути дела, решающий проблемный выбор. Так как в случае взятия на F4, взятия, взять, белые, скажем, могут взять на F4, у них достаточно дармовой заезд по линии А, то есть здесь даже думать не надо, что надо делать. Мы видим, что ладья на H3, о которой я говорил, контролирует защиту коня C3. Очень тонкая такая вот нить ладья на H3. То есть очень концептуальная ладья. Помимо того, что он и ладья на H1 приходит. Кстати, такое было у Каспарова в свое время. Ну, хорошо. Вернулся Максим на F6, пошли G5, белые. Ну, очевидно, что у них очень сильная инициатива. Но здесь, так или иначе, все-таки, стоило предпочесть ход конь G4. Но, как говорится, ошибки ходят парами, потому что в случае коня H5 в партии, который случился, партия завершилась очень быстро. Ну, как сказать быстро. Были ответные и не ответные уступки. Так или иначе, после хода конь G4 позиция возникала крайне сложной. И здесь у белых... Я не исключаю момент того, что даже эта позиция была у Александра Грищука дома. Я не исключаю, потому что он глубоко очень подходит к этим вариантам. Всегда знает, где, как говорится, чувствует, где надо копать, где не надо. И вот здесь, в этой позиции, после хода конь G4, мы видим, конь направляется на F2. И у белых здесь есть масса ходов интересных. Но вот сильнейшим ходом здесь является ладья F1. Ну, во всяком случае, догадаться до этого не так просто, но можно. И черный конь в опасности, как ни странно. То есть, черному приходится в какой-то момент этого коня защищать ходом F5. Про H5 можно забыть, потому что в этом случае открывается линия H. Ну и вот на ход конь F2 белые играют, скажем, ладья F3. И по возврату на G4, ну, белые, скажем, могут позволить себе, там, как ладья G1, так и ладья G3. То есть, они здесь контролируют игру полностью. Поэтому ход конь G4 в плане человеческом не так просто объясним, потому что дальше что? То есть, дальше не видно перспектив. Нет ни D5, нет ни жертвы, никаких вскрытий. И так получилось, что Максим сыграл конь H5, Саша сыграл F5, четкий ход. Теперь белые готовы двинуть пешку на F6, заштамповав весь фланг. Либо просто отдать на H5 с идеей конь G3. Ну, страшнейшая инициатива. Ладья D8, обязательный ход. И здесь, ну, Саша не стал добыть много, а я считаю, сыграл очень практично. Практично сыграл F6, слон F8 и просто открывает линию H для вторжения. Конь G3. Д5, но не от хорошей жизни, потому что, по сути дела, ход вынужденный. У черных нет никакой контр-игры, и D5 ход обязательный в этом случае. ЕД взяли на G3. Ладья G3, слон и H5. Ну что же, идея заключалась в том, что после GH, кстати, как с королем на H7, ну и в этом случае пешка на G6 бывает объектом атаки. Ну, естественно, здесь никто же аж бы не пошел, потому как здесь гораздо проще поставить мат. То есть здесь белые должны стремиться к отдаче ладьи на H5 при ферзе, скажем, на Е2. И, по сути дела, завершить начатое. Ну, чем, в общем-то, Александр и занялся. Сыграл ферзь Е2. Ну, может быть, чуть точнее был ход ферзь G2, прикрывая таким образом пешку на D5 лишний раз. Но, опять-таки, это уже тонкости. Ладья C5. Могу лишь отметить, что Максим неплохо здесь защищался и был, в принципе, рядом с тем, чтобы позицию уравнять. Ладья H3. Конь D5. Конь D5, ладья D5. Некоторые были проблемы со временем у Александра в этой ситуации. Ладья H1. Ну, и вот в этой ситуации черные могли позволить себе сделать ход ферзь. А, я прошу прощения. Белые могли здесь ферзь Е4. Самый точный ход был. Да, я об этом не сказал. Да, но в этой позиции черные сделали ход ферзь D6. Ход абсолютно правильный. Но, после хода короля 2, идея с ходом ладья H5 сохранилась. И от нее, по большому счету, защиты нет. То есть, белые совершенно на любой ход, даже вплоть до ладья D2, все равно могут спокойно отдавать на H5. То есть, например, так, так. И ферзь неприкосновенен за матом. Здесь форсированный мат. Но, здесь очень интересный момент. Потому что черные успевают подменять важную ладью на H1. На такую еще единицу. И после ладья H5, сыграв HH, так и было в партии. Это строго единственная линия. Здесь у Александра был очень сильный ход ладья H3. Ладья H3. Да, после чего черные спасаются. Можно сказать, спасаются в эншпиле. Единственным образом. Ну, как спасаются? Переводят в тяжелый эншпиль. Исключительным ходом ладья A1. На король A1 следуют размены ферзей. После чего, кстати, король A2 у черных сохраняется пешкой E. Они могут как двинуть пешку E, так и пойти ладья D2. Так и, может быть, слон D6 играть. В общем-то, у них здесь не все так плохо. А в случае слон B1, это ход правильный. За белых, если они хотят добиться чуть большего черных, все равно играть ферзь D1. Единственный ход. Ферзь B1, ладья B1. И белые забирают на E5, образуя лишнюю пешку. Имея определенные шансы на успех. Потому что пешка H5 слаба. То есть, и, в общем-то, наверное, позиция должна быть тяжелая, рано или поздно. Ну, хорошо. Так не случилось. А случилось так, что Саша взял ладью на H5. Угроза страшная, мгновенная. И прикрыл ладьей на D4 Максим. Ладья H1, возобновляя угрозу вторжения на H5. И ладья B4. Ну, ладья B4, понятно, что брать нельзя ни в коем случае за ферзь D5, ферзь BH1. Других вариантов у черных нету. И, естественно, король B1. После чего ферзь D5, ферзь H1 переводит форсированную позицию, где у белых ферзь против двух ладей. Но при этом король черных плох. И белые имеют еще явные объекты. Пешку E5 и пешку B7. После чего одна из них теряется. Вторая также теряется. Брать нигде нельзя на E5 из-за двойных шахов с двойным нападением, двойным ударом. И, соответственно, белый побеждает. Ладья D2. И здесь по большому счету все быстро завершилось. Я думаю, что Максим просто подустал в конце концов. И очень быстро перешел безнадежный Эншпиль. Конечно, можно было еще бороться. Но объективно из-за вот этой тяжелейшей связки по восьмому ряду белые везде имели вот эту вот страшную угрозу. Но, однако, поторопился. Он очень быстро сыграл ОДЦ2. Ферзь C2. Позиция все равно безнадежная. Ну и даже вот здесь у него был еще момент сделать промежуточный шаг. Король C3 взять-взять. Ну и в этом случае партия завершалась после важного хода слона B4. Тонкий ход, обеспечивающий защиту пешки F6. А король белых обеспечивает движение пешки B. Совершенно безнадежная позиция. Ну и, естественно, Александр бы до этого дошел очень быстро. Ну, так или иначе, партия завершилась по-другому. Максим быстро взял на C2. Пошел королем на H7. И после слона C3 выяснил, что белый король просто проникает. И пешка B движется. И здесь француз капитулировал. Ну, такая вот крайне интересная партия. Очень быстрая в плане идей. В плане движения, динамики. И перед французом были серьезные вопросы. Александр очень здорово их всех, не то чтобы разрешил, но предоставил для решения. И Максим, к сожалению, не справился. Ну, а наши болельщики, конечно, жиликуют и рады такой важной победе. И пожелаем, соответственно, Александру успеха в дальнейших партиях. Я прошу прощения. Возможно, это было слишком долго, но я постарался сделать максимально коротко. Друзья, болеем за наших. Непомнящий Ян впереди. За ним гонится гиря. Но и все возможно. Три тура до конца. Как известно, все решают именно они. Поэтому все еще может перевернуться. Ну, а мы с вами прощаемся. До завтра. С днем рождения, Александр Костенюк. Еще раз напомню всем. И всех, всем, всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok